аллилуйя дорогие братья и сестры рад вас видеть мы хорошо начали этот день да вот и давайте мы продолжим потому что у нас еще есть много много хорошего и сегодня и завтра и третьего дня господь приготовил для нас давайте встанем и помолимся баруха таду на и халагин и малых алам ашер бахрабану меконьями вонатан лану от тарата барух ата адонай но тенго тара посетный господь наш владыка вселенной даровавший нам тору посетит господь дающий тору отец мы благодарны тебе за живую тору еще который есть маших израиля и которым господь и духом твоим мы и живем и движемся и существуем аминь итак мы по обычаю еврейского народа его верующие части мы изучаем третий раздел из 54 торы пятикнижия моисеева и называется он лайх лиха лайх лиха это начинается глава раздел лайх лиха 12-17 глава книги брейшит или бытие и мы все помним что однажды господь в хоране господь сказал аврааму выйди или иди и лих лиха если полностью эту фразу лих лиха ми арцеха выйди или иди из своей страны и сегодня мы как раз будем изучать эти главы получается пять глав из жизни и жизни авраама сюда входит божий призыв аврааму оставить хоран и идти в хана авраам египте авраам и лот выбор земли война с царями золотой встреча с мелсихедоком бог заключается в рамам завет рождение измаила и бог называет авраама авраамом и обещает ему сына от сары сына обетования и давайте мы прочтем основные основную ту часть которая которая сегодня буду говорить как раз начинается вот лайх лиха ми арцеха и сказал господь авра авраам он тогда был авраамом если мы помним пойди из земли твоей от родства твоего из дома отца твоего в землю которую я укажу тебе я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое и будешь ты в благословении я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну и благословятся в тебе все племена земные как мы видим в этом отрывке на первое место выходит тема божьих благословений потому что человечество после потопа она опять вошло к сожалению противоречия с божьим планом для человечества значит и в идолопоклонство и идолопоклонство любое она приносит проклятие и человечество она нуждалась благословение и здесь это можно сказать ключевое место библии в котором бог именно и проводит начинает проводить свой божий план спасения и в конечном учете благословения человечества и пошел авраам как сказал ему господь и с ним пошел вот обратим внимание и с ним пошел лот значит авраам был 75 лет когда вышел из хорана и взял авраам с собой сару жену свою лота сына брата своего и все имение которое они приобрели и всех людей которых они имели в хоране и вышли чтобы идти в землю ханаанскую пришли в землю ханаанскую и прошел авраам по всей земле сей до места сихема до дубравы море этой земле тогда жили хана не и явился господь аврааму и сказал потомству твоему отдам я землю сию и создал он там жертвенник господу который явился ему обратите внимание первый жертвенник сихем оттуда двинулся он горе на восток от вифиля и поставил шатер свой так что от него вифиль был на запад агай на восток и создал там жертвенник господу призвал имя господа и поднялся авраам и продолжил дальше идти к югу дальше египет и так далее и так бог сказал авраам выйти из земли твоей от роста твоего и из дома отца твоего ну немножко как бы не получается с тем что из земли твоей от роста твоего видят твоей твоего да и из дома отца твоего мы что ребята грамотные мы что все изучали библию и мы знаем что где его дом где у земля В Уре? В каком? В Халдейском. Или я не прав? Да? Так или кто-то против? Написано здесь от дома родства твоего, из дома отца твоего. И вот я зацепился за это и не мог идти дальше, пока не разобрался, почему так написано. Оказывается, достаточно интересный момент. При внимательном течении получается, что все-таки дом родства и родина Авраама, она все-таки была не урхалдейской, как нам думалось. В Бытие 24, ну то есть чуть дальше, Авраам инструктирует свою слугу, посылая за женой Исааку и говорит, пойдешь в землю мою, на родину мою и возьмешь жену сыну моему Исааку. Он слуга чуть дальше, встал и пошел куда? В урхалдейский. Нет, он пошел в Месопотамию, в землю Нахорову. Там жил Вафуил сын Нахора. Ну то есть там жил Нахор, это родной брат Авраама, и у него был сын Вафуил, а у этого сына Вафуила была дочерь Века, которую мы знаем, которая стала женой Исааку. Итак, в землю Нахорову. Но здесь еще не сказано, что это Харан. Земля Нахорова, ну где-то она там, где-то она есть. Но опять же Библия сама себя толкует, и в Бытие 27, еще чуть дальше, говорится все-таки, где находится эта земля Нахорова и конкретно город Нахоров и родина Авраама. Когда мать Иакова узнала о том, что ее сын Исаав хочет убить Иакова, она ему сказала, встань и беги к Лавану, ну то есть к родному брату, в Харан, или другими словами, в город Нахора. Вот наконец-то мы выяснили, что все-таки земля и родина Авраама, это был Харан, и поэтому не зря здесь все так написано. Земля твоя, земля твоя и родство твое. То есть там жил его родной брат, родство, там были внуки его родного брата, только что умер его папа, и соответственно это была его родина. Мы можем задать себе вопрос, а нам-то в общем-то, ну да, хорошо. Не знаю, как вам, но я думаю, что многим из вас как бы немножечко цепляло все-таки такой момент. Смотрите, в Деяниях написано, когда Стефан произносил свою речь, он говорил о том, что Бог, он возвал к Аврааму, еще когда он находился, еще не был в Харане, то есть в Уре-Халдейском. Но папа почему-то взял и пошел. Не трогал вас это? Вот скажите, есть люди, которые задумывались, помашите меня, хоть я для них. Ага, все-таки есть несколько человек, которые задумывались на славу Господу, а то я думаю, что это просто так говорю. И вот смотрите, ну меня это трогало. Вот я смотрю, значит, Бог возвал к Аврааму, Фара взял, сказал и пошел. Опять смотрю, Бог сказал Аврааму, Фара взял Авраама и пошел. Но теперь, когда мы понимаем, что все-таки родина была Авраамова, она была в Харане, теперь мы можем восстановить или реконструировать эту часть Библии. И таким образом мы поймем мотивы людей, почему библейские герои, они действовали именно так. Меня это всегда интересовало. Понимаете, я несколько комментариев, у меня было на эту тему, если вы помните, почему Авраам поверил Богу, он по идее, он был язвичником, не знал, или почему братья Якова, они так жестоко поступали, поступили с Иосифом. Они-то были молодые все ребята, они там родились, шестилетку, понимаете. Молодежи свойственны и жестокость их, скажем так, и иногда и невоспитанность, и, скажем так, немудрость. И здесь вот тоже для меня приоткрылась еще один мотив, почему все-таки Фара взял и пошел. Когда Авраам, получив откровение от Господа, пришел к отцу и сказал, папа, вот я получил откровение. Фария в этот момент был около 200 лет, сказал, сынок, это точно от Господа. Ну, хотя он был, мы знаем, он был этим язычником. Ну, то, что Бог есть, что есть Бог Адама, Бог Ноя, Бог Сима, Сим-то еще жил в это время. Когда Авраам пришел к папе, Сим в это время еще жил, он жил на полпути между Уром Халдейским и Вавилоном. И это были еще времена послепотопные, понимаете. И Фара, он все-таки знал, кто такой Господь. Он говорит, сын, это точно от Господа, пойдем. А пути тогда в основном все они были вверх туда, к Харану. Точно пойдем через Харан. Там у меня мой родной сын на Хор живет, там у меня внуки, там ты мне закроешь глаза. И понятно, почему, ну, когда я отойду уже. И понятно, почему Авраам там на некоторое время задержался. Явно, ну, это я не знаю, конечно, точно, но я предполагаю, да. Можно предположить, есть библиейское основание. Он сказал тогда Аврааму, Авраам, это был еврейский сын, он был первый еврей. В этом разделе, в 14 главе сказано, что Авраам еврей, Авраам, понимаете. В общем, еврейский сын сказал, хорошо, папочка, я подожду. И написано, Фара умер, и Бог еще раз обратился к нему, и он пошел. Таким образом, как мы видим, становится ясным и понятным, Библия, она оживает, она становится более, знаете, близкой, понятной. И нету противоречий. Библия, она сама себя толкует. Мы должны всегда об этом помнить. Ну, если по-честному, то я не об этом хотел сказать, потому что, ну, это так пришлось, такой очень интересный такой моментик. Вот. А сегодня я хотел поговорить о жизни Авраама и жизни Лота. И в учебных целях, может быть, не говорить о Аврааме как о герое веры, да, потому что понятно, что это основа жизни любого верующего. И это было в основе лежало и жизни, и его успеха, его жизни Авраама, что он верил Богу, он доверял Богу, он был послушен Богу. Это основа основы. Без этого просто не может быть верующего. Вот. Ну, я сегодня хочу поговорить о некоторых качествах и Авраама, и Лота, которые делают верующего человека, которые они делают его успешным. Потому что нам иногда кажется, когда мы смотрим на фигуру Авраама, вот, с этого времени, и он такой, кажется, такой, знаете, как вот памятник метров 20-30 высотой, и ты становишься, ну, Авраам, глыба, это гора, вот, ну, я так не смогу. Вот. У меня так, наверное, никогда не получилось. Но на самом деле, друзья, на самом деле, Слово Божье, Библия, она учит нас, что Авраам, он был обыкновенным человеком. Вы слышите меня, да? Он был обыкновенным человеком, понимаете? Библия ничего не говорит о его каких-то выдающихся качествах. Более того, 24 глава Иисуса Навина, где Бог через Иисуса Навина говорит, за рекой жили отцы ваши, и они служили иным богам. Мы же тоже жили там за рекой и служили иным богам, понимаете? Вот. Но Бог взял отца вашего Авраама, вывел и водил по Ханану и так далее. То есть, это был обыкновенный человек. То есть, его жизнь, она показывает, что эту жизнь может повторить, скажем так, ну, пусть не каждый, но любой верующий, понимаете, который идет за Господом. Я верю, что 25 лет, вам только не надо будет ждать обетования, все-таки поменьше немножко. Аминь. Итак, он был обыкновенным человеком. Это говорит о способности Бога производить такие изменения в жизни человека, которые помогут ему быть успешным в вере и совершать большие дела. Еще один момент. Смотрите, когда Бог обратился к Аврааму, Авраам на удивление легко поднялся и вышел. То есть, мы видим такое качество, как легкость на подъем или другими словами, более точно, это способность оставить привычное. Вы знаете, нет большего врага для каждого человека, в том числе и прежде всего, наверное, верующего, чем неспособность оставить привычное. Ну, имеется в виду, как бы, свое место, вот этот диванчик такой, он такой, хотя он продавленный от бабушки достался, но он свой. Вот этот паучок уже живет там уже много лет, там уже мушек несколько там висит и так далее. Вот это вот, знаете, ну, я утрирую, конечно, но вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот это нежелание что-то менять в своей жизни. Я не обязательно говорю о переезде куда-то там за Тримори, нет, я говорю о простых вещах, вот о желании там учиться, о желании, о желании там сменить работу. Ты понимаешь, что у тебя что-то не нравится тебе, ну, надо сменить работу, например, да? Но для этого надо что-то закончить, ну, как-то изменить свою жизнь. Ну, об этих вот вещах, обыкновенных вещах, которые меняют нашу жизнь, которые меняют нашу жизнь к лучшему. У Авраама было, было это качество, и мы возьмем это на заметку. И тем более я хочу сказать, что среди нас есть люди, у которых есть эти качества. Недавно я был в Киеве вместе с женой, и мы видели человека, который подошел однажды к одной молодой паре и сказал, вы знаете, это было в Штатах, значит, и пара как раз закончила университет, и вы, наверное, начинаете понимать, о ком я говорю, да? И он сказал, вы знаете, у меня есть желание начать одну миссию в Украине, вот, и я ищу людей для этого. А у этой пары, у них все было классно, у них все было на мази, у него бизнес, и она дизайнер, ее пригласили в крупную компанию, в команду дизайнеров, это было, ну, для любого американца это было бы счастье. Вот, но они пришли, они мне рассказывали по этому случаю, они пришли вечером, посмотрели друг на друга и сказали, Господь стучится в наши сердца, он зовет нас. И они поднялись и приехали. И благодаря этой паре, значит, вот существует эта община, вы знаете, Юрия Валентина Романовича, я говорю, его жене Татьяне Михайловне, рэбе нашим, и рэбеце. Вот, и это произошло, это вот способность, это легкость на подъем, которая рождает новых Аврааму. Понимаете, потому что вы тот народ, новый народ, который через них Господь, ну, многие из них, которые Господь произвел в этом городе, он использовал их благодаря вот этому послушанию к Аврааму, и благодаря вот этому качеству. Я еще хотел рассказать об одной паре, они сейчас в штате, в штатах им 70 лет, у меня просто нет времени, но они такие классные, понимаете, вот они вырастили, так получилось, пришлось расти троих внуков на наших глазах, они вырастили троих внуков, вот, и сейчас потом, и когда к ним не позвонишь, они в разных городах постоянно, им больше 70 лет, понимаете, в разных городах, вот вырастили этих троих, подняли троих внуков, женили их, сейчас они в штатах, и мы с ними разговариваем по скайпу, не каждый разговаривает 70 лет по скайпу, значит, и они говорят, сейчас мы учим язык, потому что здесь возле озера ходит столько американцев, они все друг другу улыбаются, но они не знают Бога. Понимаете, они в 70 лет, они учат язык в чужой стране, значит, и они хотят проповедовать, они хотят донести эту добрую весть для них, понимаете, это классно, это очень классно, когда мы умеем быть мобильными такими, да, вот. Мы видим в жизни Авраама, когда вот, это тоже в этом разделе, когда, помните, пастухи начали делить места, пастбище, да, Авраама и Лота, вот, и Авраам сказал, да, племянник, вот я тебе разрешаю выбирать, вот, пожалуйста, выбирай. И для него это было не главное, для него не главное были пастбище, для него не главное были там стада, все-таки для него была главная Библия в послании Киреев говорит о том, что он искал, что он искал город, строителем которого является Бог. То есть для него главное были, что духовные, духовные ценности. Хотя при этом он был успешным предпринимателем, можно сказать, он был скотоводом, и у него этих стад, и написано и золото, и серебра, вот в 13 главе написано, у него было очень много. Вот. Еще одно качество, знаете, которое делает, сделал Авраама, Авраамом, это умение ждать. Умение ждать, оно так надо, мы так не любим ждать. Это для современного мира, это самое худшее, что может только быть для людей современного мира, это ждать. Мы не любим очередей, мы не любим ждать на остановке, мы хотим нажать на кнопку, чтобы получился результат здесь, сейчас. Друзья, ну в Боге такого никогда не будет. Я хочу вас разочаровать, особенно молодых, я хочу вас разочаровать. И тем, кому Бог что-то говорил в его жизни, понимаете, не получается так, чтобы вот тебе сказал, я сделаю тебя великим, и ты будешь там великим, там ты апостол, ну я верю, что здесь сидят апостолы, пастора, здесь сидят евангелисты, здесь сидят большие бизнесмены, там и так далее. В общем, здесь много-много-много-много прекрасных людей с прекрасными судьбами, и многим Бог говорил, понимаете, но, друзья, мы должны видеть, как ждал Авраама. Я хочу сказать, что я проанализировал судьбы героев Библии, и ни одной судьбы я не увидел, где бы герой веры, ну не только веры, библейский герой, чтобы он не ждал. Все ждали. Ну не просто ждали пассивно. Вот сижу здесь вот, да, ничего не делаю. Нет, нет, нет. Вышел, да, вышел, идешь, действуешь, делаешь, и ждешь, и ждешь, когда доверяешь Богу, доверяешь Ему свою жизнь, доверяешь, что Его Слово исполнится в твоей жизни, вот, и все получится. Аминь. Он признавал духовную власть. Друзья, тоже очень, не всегда это бывает в жизни верующих, согласитесь со мной. Когда он, это в этой же главе говорится о встрече с Мелхиседеком, царем Салима, царь праведности, царем праведности, это как прообразом, тоже прообразом Христа, да, но это был живой человек, вот, и мы видим, что Авраам, уже будучи богатым человеком, будучи известным человеком, победителем, он победил там вот этих царей, он гнал их до Дамаска, понимаете, он все забрал у них, все, что они отняли, значит, у людей, вот, освободил их племянника Лота, вот он идет и доходит, значит, до Салима, и выходит Мелхиседек, вот, и он поклонился ему, и он отдал ему десятину, то есть он признал духовную власть. Знаете, я верю, что не было такого, вот Авраам идет, дошел до Салима, и вдруг выходит Мелхиседек, и Авраам говорит, о, точно, это, это, священник бога живого, точно, а давайте-ка мы отдадим ему, там, десятину и поклонимся. Я верю, что он знал, кто такой Мелхиседек, он знал, что это священник его бога, бога живого, вот, и он признал его духовную власть. Духовная власть, друзья, когда-то здесь была проповедь на эту тему, духовная власть, она дается для благословения верующим, для чего? Для совершенствования святых, написано, для того, чтобы она совершенствовала святых, и Авраам, он знал этот принцип, и у его жизни мы видим, что этот принцип, он как бы впервые, он здесь вот прозвучал, принцип духовной власти, и Авраам, зная этого священника, он признал, и он отдал десятину. Это второй момент, который говорит о том, что он понимал, что для служения богу нужны десятины, то есть нужны финансы для того, чтобы в доме божьем была пища, для того, чтобы было служение, для того, чтобы имя бога господа, оно прославлялось. И последнее, что хочу сказать об Аврааме, о том, что он был человеком, строящим жертвенники. Мы увидели, что первый жертвенник он построил возле Сихема, это между горами Гевал и Горизим, известные нам горы. Гевал – это обозначает скала, Горизим обозначает отсечение. Я так понимаю, предполагаю, что это было место, где Авраам, он же только что пришел из Харана, где он отсекал от себя прежнюю жизнь с ее башками, с ее суетой и так далее. И он входил в новую жизнь, он входил в свое призвание. И на этом месте через сотни лет еврейский народ, уже его потомки, вы помните, на одной горе стояли шесть колен, они произносили благословение, на другом – проклятие. Они тоже на этом месте, они отсекали себя от Египта, они отсекали себя от служения иным богам, и они входили в Ханан, они входили в свое призвание. Следующая его остановка, следующий жертвенник – это между Вифилем и Гаем, написано между Западом и Востоком. Тоже интересное место, я посмотрел, как они переводятся. Гай – это обозначает груда развалин, а Вифиль – это дом Божий. И мы тоже, видите, это символично, согласитесь, или груда развалин, или дом Божий. Друзья, у верующего нет другого выбора. Если мы верующие, то если мы идем за Богом, то у нас есть только два пути в нашей жизни. Выбираем Бога, мы выбираем дом Божий. Уходим от него, груда развалин, и вы это знаете. Многие, многие, многие знают, видели, если на своем примере, то видели на других примерах. Друзья, и третий жертвенник, это все продвигается в сторону будущего Иерусалима, в сторону Иерусалима. Третий жертвенник на горе Мария. Не буду о нем рассказывать, но вы понимаете, вот это движение жертвенников. Это жертвенник, один жертвенник, второй жертвенник, третий. Тот жертвенник, который, можно сказать, так потряс небо, что впоследствии на этом месте, где-то в этом месте было построен и храм, в этом месте Иисус, Он принес свою жертву за нас. Это жизнь Авраама. Жизнь Лота. Друзья, я не хочу что-то сказать плохое о Лоте и так далее, но Лот, он праведник, он на небе, понимаете, во все, Господь признал его праведником, но мы, когда смотрим на его жизнь, мы понимаем, ну, нам не совсем хотелось бы повторить его жизнь. Правильно? Ну, мы не видим такого, знаете, вот, что впечатляет нас, потому что мы помним, вот, да, он пошел за Авраамом, он был с ним, но потом пришло время, когда он забогател, когда уже стада стали непоместительным, сказал Авраам, да, я понимаю, что ты мой пастырь, ты духовная власть, там, так далее. Ну, я теперь уже сам могу, вот, ну, ладно, тогда выбираю. Он возвел очи, вот, это тоже слово, и увидел, тоже, что увидела Ева, и он увидел, что окрестности Содома и Гамура непрекрасны, орошаемы и так далее, понимаете. И он пошел на компромиссы, потому что он сидел у ворот Содома, и мы понимаем, что такое библейский образ сидеть у ворот, да, вот, и в конце концов, его жизнь, она тоже закончилась на горе, нет, ну, последний раз, по крайней мере, мы видим, что он находится на горе, вы помните эту ситуацию с его дочерьми, помним, да, вот, я просто за неимением времени я не буду говорить о том, что дочери, они там напоили его, короче, родилось два народа, аммонитяне и мавитяне, понимаете, вот. И когда вот размышляешь, понятно, что вот этот выбор его, когда он с Авраамом там спорил, ну, когда пастухи спорили, и вот, ну, что-то оно повлияло на его жизнь, и мы должны размышлять не только над судьбой жены Лотовой, друзья, нам, как верующим, нам надо размышлять и над судьбой Авра, и над судьбой самого Лота, потому что даже такой вот момент, когда к Лоту подошли ангелы, когда выводить, ну, когда они сказали, давай, торопись уже, сейчас вот-вот начнется излияние Божьего гнева, написано, он медлил, он медлил, что-то его держало, понимаете, этого прекрасного человека, он реально был хорошим человеком, он был хорошим верующим, его там написано, что его, ну, душа, она мучилась там, вот, ну, в этом, в Содоме, но, тем не менее, он медлил, что-то его держало там, понимаете, вот, и написано, они взяли его за руки и вывели его, ну, имеется в виду, и всю его семью, нам тоже надо размышлять над судьбой Лота, потому что, друзья, ну, мы хотим, мы хотим быть успешными верующими, да, аминь, поднимите руку, кто хочет быть успешным верующим, кто слышит меня, аминь, я тоже хочу, вот, и, ну, успешным я имею в виду исполнить волю Божьей, потому что мы, когда мы видим, понимаете, когда воля Божья в жизни людей исполняется, то рождаются Авраамы, рождаются Иосифы, рождаются Давиды, ну, в общем, рождаются Даниилы, да, значит, и я желаю, искренне желаю этого всем нам, вот, ну, мы должны помнить, что для этого главное, я так думаю, что все-таки главное, то, что не было в жизни Лота, он не строил жертвенники, то есть, должно быть вот это вот постоянное в нашей жизни строительство жертвенников, понимаете, то есть, мы должны идти этим путем туда, на гору Божью, да, именно, то есть, от чего-то отказываться, да, вот, и, ну, если бы, от плохого мы же одновременно приобретаем, да, вот, что-то от своего эгоизма, например, от своих дурных привычек, там, значит, о своей лене, от своего, там, как бы, каких-то, там, вот, вот этот вот христианской беспечности такой, понимаете, нетрудолюбивости, там, это все мы отдаем туда, свои грехи, это мы все отдаем туда, на этот жертвенник, и мы должны отказаться от этого, вот, и закончить я хочу посланием апостола Павла к римлянам в 12 главе, где он, именно, вот этот образ жертвенника снова возникает, вот, и он говорит, итак, умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, здесь именно тот символ, понимаете, жертвы на горе моря, здесь жертвы, символ всесожжения, живую, потому что мы знаем, жертва всесожжения, она принималась, когда еще была живой, да, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь в обновление ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Друзья, да будете вы Авраамами, да будете вы как Авраам, да будете вы как Сара, да, да прославится Господь в ваших жизнях, да будете вы благословенны, счастливы, сильны, крепки, здоровы, и да прославится еще и еще раз Бог через ваши дела, через ваши служения, через ваши жизни. Аминь. И давайте мы сейчас встанем и помолимся за еврейский народ, который дал нам, через которого мы получили Тору, да, через которого Ешо, который есть Мессия, пришел в нашу жизнь. Драгоценный Отец, мы благодарны Тебе, Господи, за Твой народ, Господь, который Ты создал, Божий Господь, и который есть на этой земле, Господи, и через которого Ты до сих пор говоришь нам, Господи, и мы благодарны за то, что они, Господи, Твой народ, Он сохранил для нас Тору, Божий Господь, и мы имеем это благословение, Господи, мы имеем живую Тору, Ешо, которая есть Машия, Господь, Твоего народа, Господи, и мы их отдатывствуем, мы молимся, Господи, чтобы Ты благословил свой народ, Господь, чтобы ты благословил евреев, Господь, благословил свой Израиль, Господь, во имя и шоу, по всему лицу земли, дабы не познали тебя, пришли к тебе, поклонились тебе, исполнили волю твою быть священниками Бога Живого. Аминь.